Сколько тебе надо, чтоб полюбить меня, о-о-о, ты моя награда, красивая и без белья. Все поняли. Это же диз на Хабиба Нурмагомедова. Да, я сделал это. Реакция в день релиза клипа. Сука. Ладно, я понял, что это совсем не обязательно. Я просто подумал, что 92 на 8 мужской и женской аудитории это как-то мало, и мне нужно что-то с этим делать. Но навряд ли вот это как-то поможет. А вы уже чувствуете это? Как с каждой минутой мои просмотры растут и число наших бойцов увеличивается. На барабане Сектор Приз. Прямо сейчас ты можешь вступить в наши ряды, нажав на кнопочку подписаться. Он идет. Я вам гарантирую, когда-нибудь это случится. Не обращайте внимания. Короче, среди всех этих пацанов не хватает только Лехи Элджея. Хотя, вполне возможно, он принимал участие в создании этой работы. Например, в качестве помощника по реквизиту. У тебя две дочки, на тебя похожи. Лиза и Настенька. У меня две тоже. Виза и Мастеркард. Да, Олег. Да. Прекрасный день на праздник про запечатание. Ты пожелаешь об этом, да? Вижу эту куклу фантастика. Красивая и не из пластика. В общем, если вы хотите успешный клипешник, сделайте так, чтобы на него дрочили. Вот, например, у ЛСП это получилось. 80% жоп и 20% чего-то еще. Да, я действительно не знаю, что тут есть еще. Ну, Егор Крид, например. А что если жопа Егора Крида? Кто тут крыса? Я был лоялен до конца. Спроси Порчи. Хала-хала-здя. Парень молодой. Хала-хала-здя. Так, на что сразу обращаешь внимание? У Федука-то туха. Давайте что-ли погуглим и узнаем, что она значит. Разумеется, по понятиям. У заключенных тату с морской тематикой не редкость, поскольку вольная жизнь для них ассоциируется со свободной стихией воды, то якорь в тюремном значении символизирует надежду на спасение, а также показывает, что его обладатель – отчаянный человек, который не боится опасности. Ну ебать, приглашать Егора Крида на фит, ну конечно. У подобных символов есть и христианское значение, бытует мнение, что якорь напоминает распятие, а в древние времена его использовали как отличительный знак христианских общин, расположенных на побережьях. Шкурятины, сядьте. Я никому не советую так ездить на таких посудинах, ну потому что можно упасть и... Ебать, это в Федуку платить перестали. Че за консервная банка? А если ЛДжей посмотрит этот клип? Тебе не стыдно? Вы тоже заметили, да? Это походу карандаш. Хотя вы молодые, наверное, даже не знаете, кто это. Я знаю, что я тут единственный олд, но хотя может быть и нет, если олды здесь, напишите в комментариях. Короче, вот это карандаш, да. Интересная коллаборация. Это же сексизм! Красная кнопка, красная кнопка! Нихель пихель! Да, а че сам не протер? Че, крутой рэпер, значит, да? Все, зазвездился? Ладно, на самом деле это пост-ирония, я полностью поддерживаю Федука, так им и надо, да. Они должны заниматься своим делом. Пусть еще на кухню идет, блять, борщ варит. А ты че танцульке устроила мой пол? Че она делает? Тебе, блять, швабра для чего донает? Что такое? Дома у Федука, наверное, помойка жесткая. Ну, просто учитывая все, что происходит в этом клипе, в его части. Хочешь быть моей женой? Поезжай со мной, там будет видно. Так, вот и все. Реакция подходит к концу. Спасибо за просмотр. Ладно, конечно, куда без главного холостяка. А вообще, какого хуя? Почему Егор Крид в названии стоит третьим? Я не согласен с этим. Я требую Егора Крида первым. Если мои требования не будут выполнены в течение 24 часов, мой кореш Леха Элджей, ну, справится с этим. У него есть уже опыт в этом. На барабане сектор приз. Скуп! Ну, ты снова выбираешь деньги. Заебись. Поехали со мной, только оденься. Так, я просто обязан это задекодить. Короче, вот что я вижу по стори-теллингу Егора. Я тут накидал быстренько, секунду, сейчас я все зачитаю вам. Он попал на передачу к Леониду Аркадьевичу. Его оппонентке выпал сектор приз, и она снова выбрала деньги. Заебись. Егору это нравится, он рад за нее. Значит, это кто-то близкий. Кто может быть наиболее близок к Егору? Кристина Си. По-моему, это очевидно. Если я правильно декодирую текст, она голая. Так, теперь нужно закрепить. Да, давайте еще раз все это поговорим. А-а-а, голая Кристина Си на передаче «Поле чудес» с Егором Кридом выбрала деньги. Интересный блог. О-о-о, поэтический такой у Егора получился. Ну, давайте дальше. Что не так у Егора с этим ебаным Багзбанни? Он у него везде. Это уже не смешно. Грязный заяц. Егор Крид. Ты не парит, ты я парень? Нет, нет, нет. Немного инсайдов из текста Егора. Парень Кристины Си не парит. Это означает, что он не вейпер. Я не знаю, зачем нам эта информация, но пускай будет. Может быть, дальше он раскроет это. Я парит, ты я парит, ты я парит. Сама Кристина Си парит мани Егора. Мани с английского переводится как деньги. Я не увлекаюсь вейпом, поэтому никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Короче, принимайте это как факт. Сколько тебе надо, чтоб полюбить меня? О-о, ты моя награда, красивая без белья. Все поняли. Это же дисс на Хабиба Нурмагомедова. Это отсылка к тому, что Хабиб вылетел за пределы октагона и не получил свою награду. Пояс чемпиона UFC. Если кто не понял, он налетел на лучшего друга Егора, рэпера Тимоти. Сделал он это с криками «Это тебе за Чивкифа», но на самом деле ему просто не понравилось содержание песен Егора и Тимура. Действительно, это совсем не то, что хотели бы слышать наши праведные предки. Тимоти сатанист и масон. Он поклоняется дьяволу, сатане. У него на шее цифра 13. Цифра 13 это любимое число дьявола. Вот кто такой Тимоти. А значит, Егор Крид это помощник дьявола. Так что ждем официальные комментарии от Хабиба Нурмагомедова. Мне кажется, это просто так без внимания оставлять нельзя. Будет ли он записывать ответку? Или будет бой? Ну действительно, Конор Макгрегор, Егор Крид. Мне кажется, что... Дрим Тим. Вместо этой барышни здесь должен был быть Тимоти. Голый Тимоти. Ну окей, здесь все понятно. Всех нас мамка заставляет мыть посуду. Это нормально. А на ее месте должен был быть Элджей. А вот и Финн. И Джейк. Фух, господа, я вышутился. Реально стало гораздо легче. Просто в разы легче. Вы уж меня извините. На самом деле я им завидую. Мне очень нравится Егор Крид. Я очень сильно люблю его творчество. Мой любимый трек Бакс Бани. Я бы никогда такое не сделал, на самом деле. Да, именно поэтому я и записал эту реакцию. Я просто завидую. Ну теперь выдумывайте что-нибудь свое. Я вас опередил. Ладно, если серьезно, то самая крутая часть по треку, по-моему, у ЛСП. У Фидука еще нормуль, а вот у Егора Крида просто ебаный бред. Ну какой Бакс Бани, блять, отъебись уже от него. Реально уже надоело. По визуалу мне интереснее всего было смотреть на часть Фидука. Да, все-таки там было что-то интересное. Плюс телки убираются. Всегда приятно за этим смотреть. Вот такая реакция. Еее. Контент. Надеюсь, что она соберет много просмотров, лайков, подписок на канал. Я, конечно, буду очень рад, если вы напишите свое мнение по поводу этого клипа в комментариях. Не знаю, зачем еще делать реакции. Это же говно для отсталых. Шутка! Шутка! Ну, на самом деле, почему бы их не поделать? Да, спрос есть. Люди смотрят. Я могу делать. Кто, если не я? Ладно, все, всем спасибо, всем пока. Пока. Пока-пока-пока. Энергичная реакция. Как у Владимира Кондрашова.